Финансист Гульнас Колкунова каждые выходные проводит в строительных магазинах, готовясь к первому в её жизни ремонту. Ключи в кармане, деньги есть, осталось эффективно их потратить. Тёмный цвет, он в разы больше электризуется. И бывает такое, что вот мы пол помыли, проходит где-то часа два, и кажется такое ощущение, что мы пол не мыли. Гульнас – одна из многих, кто попав однажды в столицу из глубинки, осталась тут жить и работать. Я приехала сюда студенткой, вступила, окончила, ну и, соответственно, решила здесь дальше жить. Сначала снимала, естественно, жильё, как многие приезжие, а потом решила, почему нет, если есть работа стабильна, то решила взять ипотеку. Ипотека, как говорят кредитные менеджеры, по-прежнему остаётся доступным инструментом для покупки собственной квартиры. Тем более сейчас, когда рынок жилья затоварен, а цены на недвижимость упали. Спрос на ипотеку у населения сейчас есть, к тому же она дешевеет на фоне снижения ключевой ставки ЦБ. Но эксперты опасаются другого. Растёт доля ипотеки с первоначальным взносом менее 20%. По данным Центробанка, в четвёртом квартале 2016 года на такие кредиты приходилось почти 7% всех выданных ипотечных суд. В третьем квартале 2017-го уже почти треть. Финансовый эксперт Роман Василенко показывает на схеме, чем ниже первоначальный взнос, тем больше рисков, что заёмщик не расплатится. Сейчас у людей большие соблазны, я боюсь, что это будет самообманом. И люди на этой волне идут, естественно, влазят в кредиты, влазят в ипотеку. И если что-то в экономике колыхнётся, очередной кризис, уровень доходов в населении упадёт, это большой риск невозврата ипотечных кредитов, соответственно, это большой риск образования вот этого ипотечного пузыря. Дело в том, что для квартиры 3-2 и 3-й класс больше, чем предостаточно. 3-4-й, это уже усиленно, это больше производство. Гульнас оформила ипотеку на 20 лет. Уже третий год приходится отдавать банку почти половину зарплаты. Она рискует, как и многие. Есть пока стабильная постоянная работа, вроде пока всё хорошо, но страхи есть в любом случае, да, поэтому я делаю досрочку, стараюсь быстрее, быстрее всё-таки не растягивать, а быстрее гасить. На рынке недвижимости сейчас настоящий ипотечный бум. Ставки самые низкие в истории. В прошлом году, по предварительным данным, банки выдали 1 миллион ипотечных займов. На треть больше, чем в 2016-м. Невольно вспоминается, как такой же бурный рост наблюдали в США в середине 2000-х. Финансовый эксперт Юрий Грибанов рассказывает, как разворачивались события за океаном и что именно породило самый тяжёлый кризис со времён Великой депрессии. Высокое проникновение ипотеки достигалось снижением требований к заёмщикам, снижением первоначального взноса до нуля. То есть ипотеку мог взять любой человек, просто придя с улицы, не рассчитывая, плохо рассчитывая свои реальные финансовые возможности. Всё шло хорошо, пока цены на недвижимость росли. В 2006-м они рухнули, сработал эффект домино. Обанкротившиеся заёмщики не могли платить по долгам, а банки держали на балансе дома, продать которые можно только себе в убыток. Эксперт Сергей Ишков подмечает, что российские финансовые структуры сейчас ведут агрессивную политику по расширению рынка. Хотя сам он сомневается, насколько корректно сравнивать нынешнее оживление на ипотечном рынке в России с той ситуацией в США. Многие банки заранее снижают ставки по ипотечным кредитам, даже если в моменте для них это почти убыточное или убыточное мероприятие. То есть многие привлекают средства под ставку почти такую же или такую же, под которую они выдают ипотечные кредиты. То есть банки не безумцы, они все делают нормальные логические движения, они понимают, что ипотека – это самый быстрорастущий продукт по объёмам. Похожи ли эти действия на погоню за быстрыми деньгами? И что будет, если российские банкиры, по примеру зарубежных коллег, решат снизить требования к своим новым заёмщикам? Здравствуйте. Добрый день. Присаживайтесь, пожалуйста. Чтобы сделать первоначальный взнос, Гульнас пришлось накопить около полумиллиона рублей. Это 20-процентный минимум, который требовал банк. Её кредит в крупном банке. В других менее состоятельных финансовых организациях на платёжеспособность клиентов иногда смотрят сквозь пальцы. Если банки снизят первоначальный взнос, то эта ситуация может очень быстро измениться. Буквально в течение двух-трёх лет мы можем прийти к этому ипотечному пузырю. Роман Василенко – экономист. По совместительству – председатель жилищного кооператива. Здравствуйте. Для того, чтобы вступить в жилищный кооператив, нужно заполнить заявление и внести 35% первоначальный взнос от стоимости вашего жилья. Роман напоминает, что средняя ставка по ипотеке уже меньше 10%. С одной стороны, это подталкивает граждан брать жилищные кредиты и стимулирует строительство. С другой – дешёвые займы вовсе не означают, что экономика растёт. Реальные доходы россиян падают уже четвёртый год подряд. Добрый день. Я на сделку к восмене Екатерине. Чтобы снизить нагрузку на личный бюджет, Гульнас-Колкунова снова отправилась в банк. Добрый день. Я на сделку на подписание пришла. Да, я сейчас уже жду. Отлично. Пойдёмте. Ей предстоит повторить всю процедуру получения ипотеки. Провести оценку недвижимости, купить новую страховку, взять справку о доходах и заплатить госпошлину. Всё это для того, чтобы 14-процентную ставку по кредиту сократили до 10. А вы ознакомились с документами? Думаю. Что-то почитала, то, что вы мне предварительно присылали. Ознакомилась. Опасения простых ипотечников и ряда экспертов не разделяют банковские менеджеры. О наличии некоего пузыря говорят скептично. Текущий рост, объясняют они, носят догоняющий характер. Доля жилищного кредитования по отношению к ВВП в России всего 6%. В странах Европы больше четверти, в США и Канаде 45-50. Поэтому даже двукратный рост толком не насытит рынок. Когда говорят об ипотечном буме, то, конечно, говорят о чистом приросте портфеля. Просто так быстро инфляция ещё никогда не падала. Как и до таких низких рекордов, низких уровней, на которых находимся мы сейчас. И поэтому мы столкнулись с тем, что большое количество клиентов стали обращаться с просьбой рефинансировать. Кредит был по более низким ставкам. В возможный ипотечный кризис не верят и в ВТБ. С 2009 года, рассказывает топ-менеджер Андрей Осипов, банки сфокусировались на очистке кредитного портфеля от плохих заёмщиков. И теперь гораздо строже смотрят на благосостояние клиентов. Мы сейчас просто в такой уникальной ситуации находимся, когда достаточно большое предложение жилья, низкая цена на это жильё, потому что застройщикам надо распродать те объёмы жилья, которые они построили, ну и, собственно, продолжают строить. И при этом такой достаточно уже очень низкий уровень ставок на ипотеку. Поэтому мы сейчас и видим такой вот уровень спроса. Дешёвая цена, дешёвая ипотека, конечно... И много жилья. И много жилья. И это очень многих людей сподвигает на покупку недвижимости вот прямо сейчас. О тревогах можно было бы говорить, если бы статистика показывала реальный рост просрочки по выплатам. Но сейчас она составляет всего 2,5%. Где ситуация выглядит тревожно, так это в сегменте потребительских кредитов. Там задержка превышает уровень 12%. Между тем в Минфине объясняют, уверенности рынку должна дать реформа в отрасли. От долевого строительства решено перейти к проектному финансированию. По замыслу в будущем удастся избежать истории, подобной той, что случилось с девелоперской компанией СУ-155, по вине которой 86 тысяч дольщиков остались без жилья. Эту панельную многоэтажку обещали возвести всего за год. Но пришлось ждать втрое дольше. Долгое время посреди микрорайона стоял железобетонный каркас, окруженный забором. Примерно вот такой вот. Но дом наконец-то достроили, и уже скоро кто-то отпразднует новоселье. Свершилось! Чудо! Государство достроило и достраивает СУ-155, то есть люди не пострадают, те, которые в сушки были инвестированы. Первое и второе – это создание фонда защиты дольщиков. Ну и в целом работа направлена на стимулирование отказа отхода от долевого строительства к обычному продаже уже готовых квартир. Все объекты, строительство которых начато после 21 октября 2017 года, страхует специальный фонд. Он пополняется за счет девелоперов по 1,2% с каждой сделки по продаже квартиры. Тариф фонда 1,2% от цены договора ровно такой, как сейчас установлен тариф страховыми компаниями по страхованию соответствующего вида ответственности участников долевого строительства. Никаких дополнительных издержек ни для граждан, ни для строительных компаний принятое законодательство не несет. Тем же, кто собирается брать ипотеку в этом году, придется доказывать свою состоятельность. Регулятор ввел для банков новые правила. На 1 рубль выданной ипотеки финансовая организация должна держать в резервах 1,5 рубля собственных средств. Если речь идет о взносе меньше 10%, то 2 рубля. По сумме страхования вы сможете узнать все у вашего страхового менеджера? Да, они мне присылали письмо. Если они вам все присылали, то контакты у вас есть? Гульнас Кулкунова квартиру покупала на вторичном рынке. После рефинансирования платеж по кредиту снизится с 35 тысяч до 28. Для нее, как, наверное, и для многих, ипотека была единственной возможностью приобрести жилье. Вопрос в том, как правильно пользоваться этим инструментом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...